Анна Завгородняя. Злая любовь. Глава первая. Ну же, ну же! Алекса, покажи еще раз! Младший брат Алексей едва не подпрыгивал на месте, сверкая глазами и почти требуя у меня чудес. Хорошо, но, Алеша, это в последний раз! Предупредила брата, отмечая, что за этот год он как-то незаметно стал выше, старше и уже был невероятно похож на нашего батюшку-отца. Те же темные вьющиеся кудри, зеленые глаза, похожие на лесную зелень, тот же прямой нос с фамильной горбинкой и правильные черты лица. Мальчик обещал вырасти в красивого молодого человека, и я почти видела в нем отражение отца-князя, высокого и статного человека, одного из красивейших мужчин в нашем государстве. Через четыре года Алексея отправят в академию, где он будет постигать азы магии и этикета, но пока предо мной одиннадцатилетний ребенок, который еще не простился с детством и которому не чужды игры и веселье. Ну же, Алекса! Леша застыл, пристально глядя на мои руки, которые я развела в сторону, призывая магию. Глазенки братца засветились в предвкушении, а я отпустила магию, не переставая наблюдать за тем, с каким восторгом он следит за каждым моим движением. Где-то глубоко внутри шевельнулась гордость. Что и говорить, мне было приятно продемонстрировать силу. Все же не зря я отдала шесть лет своей жизни на учебу и не просто так получила диплом с отличием. Вот с пальцев сорвалась огненная птица, совсем крошечная, взлетела, поднявшись над головой Алексея, и тут же упала вниз, рассыпавшись огоньками. А вот спрыгнул белый заяц с длинными ушами. Он забавно опустился на плечо брата, почесал левое ухо и тоже рассыпался, будто его и не бывало. А вот и бабочки, большие, с яркими крыльями, переливающимися всеми цветами радуги, спорхнули с ладоней и полетели, вызывая у младшего восторженный вскрик. — Алеша, право слово, хватит отвлекать сестру. Скоро к нам прибудут князь и княгиня Вознесенские с сыном, — проговорила матушка, проходя в гостиную, где мы с братом Ионисией, Лешиной нянечкой, проводили время в обоюдном удовольствии. Я опустила руки, и магия исчезла, а Алексей немного обиженно покосился на матушку. — Но мама! — начал было он. — Никаких «но», Алексей Владимирович! — строго ответила княгиня, и, не обращая внимания на поникшие плечи своего сына, добавила, уже обращаясь к старой Анисии. — Уведите мальчика! — Да, хозяйка! Нянюшка была тут как тут. Она взяла была Лешу за руку, но своенравный мальчишка отпрянул в сторону. Перечить матери он больше не посмел, но из комнаты вышел в гордом одиночестве, а затем припустил по коридору да так быстро, что старая няня лишь головой покачала и прибавила шаг. А мы с княгиней Тумановой посмотрели друг другу в глаза. — Пора сменить наряд на более подходящий, — заявила матушка, оглядывая меня с головы до ног и обратно. Я согласно кивнула. Еще никогда так, как сегодня, мне не хотелось выглядеть самим совершенством. — Мы пригласили Вознесенских, чтобы отпраздновать завершение твоей учебы, дорогая Алекса! — продолжила она, но посмотрела на меня так, что мы обе поняли истинную причину этого ужина. Не удержав довольной улыбки, я опустила глаза. Сердце в груди забилось быстро-быстро. Мысленно я уже представила себе, как снова увижу Марка, как он подойдет ко мне, возьмет за руку и непременно опустится на одно колено, прежде чем произнесет те слова, которые так давно ждала. И ждала не я одна, ждали обе наших семьи, ведь между нами все уже давно было решено. Нас обручили, когда мы были еще детьми, как это бывает в благородных состоятельных семьях. Мне повезло, что Марка я любила, а он, как мне казалось, любил меня. Не каждой девушке везет стать невестой любимого человека. Договорные браки — это бич нашего общества. Я поняла данную истину, когда мою подругу Диану выдали за человека намного старше ее. А все потому, что ее отец решил объединить земли и капиталы с будущим зятем. Чувства и желания дочери были ему не важны. «Ну же, Александра, пойдем», — проговорила матушка. «Мы с Евдокией уже приготовили тебе то самое нежное платье цвета утренней зари». Она поманила меня из гостиной. Я последовала за ней. «Уверена, Марк придет в полный восторг и едва увидит тебя в нем». «Марк», — проговорила я тихо, отец ратkm изменcover шапс шапс